Фабрика предпринимательства Фабрика предпринимательства Я не буду повторять про то, что эта программа входит в составную часть в большую программу поддержки предпринимательства, которую мы реализуем у нас на территории республики. Я лишь скажу о том, что мы выполняем поручение президента нашей республики Рустама Галича Миниханова в рамках стратегии 2030. Мы должны пройтись по всем муниципальным образованиям, дойти до каждой школы, до каждого малого и среднего бизнеса, до каждого техникума, чтобы это движение смогло объяснить, что нет барьеров в республике Торстан для того, чтобы заняться предпринимательством. Спасибо за внимание. Удачи в работе на новой фабрике. Не будем уже называть ее второй или третьей. Она у нас будет постоянной. Спасибо. Спасибо, Артем Владимирович. С приветственным словом на эту сцену я приглашаю своего научного учителя, профессора, доктора экономических наук, проректора Казанского федерального университета по экономике и инвестиционной деятельности Софиулина Марата Рашидовича. Всем доброго дня. Так представили, да? Я никогда не думал, что буду выступать на сцене ночного клуба. Да, ну что я хотел сказать, серьезное. Передать вам слова приветствия нашего ректора Ильша Травкадыча Гафурова. Для нас это очень важный проект, ведь теория, она без практики мертва. И поэтому у нас, честно говоря, мы вот мечтаем о том, чтобы каждый наш выпускник, каждый студент, обучаясь, не только получил диплом или навыки, сформировал какую-то команду, друзей, определился по жизни, но он уже вышел бы с созданием предприятий своим рабочим местом. Поэтому вот, пользуясь случаем, я бы хотел слова глубокой благодарности сказать Артему Алексеевичу за поддержку. Это стратегически важный для нас проект. Всем наставникам, которые, вот, я не знаю, как можно секреты того, как ты делаешь деньги, рассказывать публично. Для меня это вообще вот, это нонсенс. И я очень надеюсь, что вот каждый раз, как мы встречаемся, все этот проект масштабнее и масштабнее, что это станет очень сильным драйвером экономического развития в целом нашей республики. Еще раз большое спасибо и всем в добрый путь. Спасибо, Марат Рашидович. Сегодня будет очень много инсайдов и полезной информации. Я хотел узнать из зала, кто сюда пришел для того, чтобы запустить свой первый бизнес. Кто пришел со своим бизнесом, думая, как его развить. Кто пришел просто поглазить на интересных людей? Отлично. Сегодня каждый из вас получит свою долю интересного и полезного. Мы уже два года обучаем наших слушателей тому, как запускать бизнес и делать его успешнее. Мы за это время научились, научили бороться с кризисом, с конкурентами, бороться за новых клиентов. Но, как оказалось, подтвердила наша практика, что основным врагом предпринимателей является совершенно другое. Что? Что? Лень. Лень. Совершенно верно. Лень. И символом лени, что является на этой сцене? Диван и телевизор. Друзья, сегодня будет беспрецедентный актерский ролик в исполнении наставников фабрики предпринимательства. Я их приглашаю. Моих коллег. Спасибо за поддержку. Последний раз мы с ними неудачно выступали в детском садике. И это наш будет второй жизненный опыт. Представьте картина. Собрались друзья. Футбол. Пульт. Диван убаюкивает. Картинка на экране отключает наши мысли. Нам хорошо и комфортно. Что-то хочется сделать? Переключите канал. И все. И это не просто диван. Это диван, в океане которым утонули миллионы предпринимателей. Это не просто телевизор. Это экран, о котором разбились сотни тысяч новых предпринимательских идей. И сегодня фабрика предпринимательства приняла решение кардинально бороться с ленью. Давайте мы это продемонстрируем. Друзья, не пытайтесь повторить этот трюк самостоятельно. Все трюки выполнены настоящие профессионалы. Действительно, друзья, пожалуйста, Свет. Действительно, очень важно сделать первый решительный шаг для того, чтобы запустить свой бизнес. Или тогда, когда, как мы уже имеем свой бизнес, сделать свой новый шаг для достижения новых целей. С чего это начинается, друзья? Сбиты, правильно. А второе? Разбить телевизор. Мне что нравится, наши выпускники, они стопроцентно слушают своих наставников. Я уверен, что все сегодня пойдут и сделают то же самое у себя дома. Поставить цель. Совершенно верно. Первое, что нужно сделать для того, чтобы вы вышли из зоны своего комфорта, поставить ту цель, которая у вас зажжет и позволит вам по ней двигаться. Все вы получили раздаточный материал, у вас у всех в руках находится декларация. Мы называем это декларацией фабрика предпринимательства, в которой вам необходимо написать свою цель и определить первые шаги для его достижения. Мы ставим трехмесячные цели. Почему не годовые? Потому что поставив годовую цель, вы будете еще полгода сидеть дома и о ней мечтать. Мы хотим, чтобы вы сразу встали и начали действовать. За три месяца выпускники наших программ либо запускают новый бизнес, вы увидите это сегодня на экране, либо развивают свой существующий бизнес и увеличивают доходность на десятки и сотни процентов. Ваша задача для тех, кому не раздали декларации, они выложены в инстаграме группы фабрика предпринимательства, выложены с хэштегом встань с дивана. Необходимо заполнить данную декларацию, подписать ее, сфотографировать и выложить с хэштегом в инстаграм встань с дивана. Лучшие декларации в конце мероприятия я лично отмечу на сцене. Кому понятно, что надо сделать? Взять декларацию. У кого нет напечатанной декларации, взять пример декларации с хэштега встань с дивана, он сейчас выложен. Записать свою цель и записать три шага, которые вы сделаете в ближайшее время, лучше сегодня, для того, чтобы начать ее достигать. Понятно? Кому понятно? Кто напишет? Кто напишет? Наставники не поднимают руку. У наставников тоже розаны. Все, я жду, исходя из зала. Те, кто сейчас сказал, что они напишут и это сделают, вы уже на шаг впереди тех, кто сказал, что свою цель ставить не будут. Те люди, которые ставят свои цели, они по крайней мере к ней двигаются и чего-то достигают. Запомните, если вы свою цель никогда в жизни не поставите, вы никогда ничего и не достигнете. Это, наверное, самый главный хэштег нашего сегодняшнего мероприятия. Встань с дивана и все мероприятие пройдет вокруг данной темы.